Президент Казахстана Жамарт Касым-Такаев, после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, и что с этим никаких проблем не будет. Он сказал, что каких-либо опасений немецкой стороны в отношении каких-то действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, не должно быть. Тем временем, когда в Украину с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг, кремлевский сиделец вылез из убежища, чтобы встретиться с президентом Южного Судана. Президент Южного Судана в недоумении, зачем его вынули из кровати и притащили навстречу. На его лице отпечатано безразличие к бормотаниям Путина, который что-то там крефтит на непонятном языке. Как оказалось, Сальваторе Киир не умеет пользоваться гарнитурой и дупля не отбивал, о чем говорит Путин. Он просто сидел и любовался обстановкой, пока кремлевский Маугли что-то там лепетал своим ртом. Эта встреча является очередным цирковым представлением, которое разыграно специально, чтобы показать, что якобы Путин ведет активную внешнеполитическую деятельность, и типа что-то там еще решает. Вот посмотрите на этих двух клоунов, как будто вышла третья часть комедии тупой и еще тупее. Спасибо. 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 Кстати, президент Южного Суда на Сальваторе Киир тот еще любитель разводить грязь прямо на публике. Он известен тем, что часто после себя оставляет мокрые следы прямо на асфальте. Так что я бы не удивился, что на так называемой встрече с бункерным сидельцем, он также произвел впечатление, которое осталось на стуле. Южный Судан, это государство, получившее независимость от Судана в 2011 году в результате незаконного вооруженного переворота, и боевые действия там продолжаются до сих пор.